Сегодня мы поговорим о том, как создать в сущности мотивацию для ребенка, чтобы он учился, чтобы он что-то познавал, потому что немотивированность детей, это, видимо, есть самая главная проблема. Как создать мотивацию и какие мы можем дать рекомендации по поводу создания мотивации? Ты считаешь, что мы можем дать рекомендации? Можем, я могу дать, но мне кажется... Я послушаю, потому что для меня это очень актуально. Я думаю, что надо ребенка, прежде всего, всеми силами окружать обстановкой культуры, каких-то интересов. Ну, я, например, из того немногого, что я могу реально делать для своего младшего, скажем, сына, я включаю по утру всегда канал классической музыки. Просто потому, что пока он собирается, он вольно-невольно слушает классическую музыку. А у нас рок, у нас тяжелый рок. Действует на нервы, бьет по мозгам, но это любит мой сын. И, к сожалению, я думаю, что я уже опоздала с тем, чтобы прививать ему классические музыки. Ну, хорошо, а если ты утром просто включишь классический канал, что он выключит? Ну, во-первых, сейчас, конечно, каникулы другое дело, а если он идет в школу, я не думаю, что он просто будет воспринимать. Я думаю, что это будет на тех частотах, которые просто недоступны его восприятия. Я понимаю, о чем ты говоришь, но мой тоже не... Не вдруг, я знаю, что это не вдруг у вас все было, это был долгий процесс. Больше того, он говорил, что он не любит эту музыку и даже ее ненавидит. Сегодня он этого не скажет ни в коем случае. В каком возрасте ты начал прививать ему? Ну, я уже не помню, это было года три назад, сейчас ему будет вот 15, да. Это так получилось ситуативно. В каждой семье свои проблемы, свои обстоятельства. Но я хочу сказать другое, что мы всегда... Я, собственно, всегда понимал, что обстановкой культуры ребенка окружить необходимо. Вот ты моего старшего тоже знаешь, он сейчас взрослый человек, и он, наверное, помнит, а если не помнит, то я ему напомню, когда он был еще маленький, и я его купал, это было, бог знает, когда, 30 лет назад, и вытаскивал из ванны и ставил на стиральную машину, чтобы обтирать, вытирать его полотенцем. Я приподнимал его руку, он был у меня замотан как будто бы в тогу, и я читал, я римлянин в душе, в груди кипит свобода, во мне не дремлет дух великого народа Пушкин. А он мне до сих пор поминает, она говорит, песня о вещах Малеги. Тем не менее, культурный человек вырос. Да, это, конечно, я помню его ребенком, и чувствовалось всегда, что он именно растет в атмосфере культуры. Я помню это. Все-таки они читатели, надо, чтобы они были читателями, я не вижу другого пути. Чтение, культура, литература, музыка, нет другого пути. Живопись, хорошая репродукция в доме. Вот мы выпускали, ты помнишь, мы выпускали журнал, мы выпускали журнал, который, звенья. Еще бы не помнить. Да, 2004. Я же занималась подпиской на этот журнал, и очень успешно шла подписка, да. Да, мы выпускали в Израиле с международным замахом, так мы это дело назвали. Это был 2003-2004 год, да. Немного номеров у нас вышло, восемь номеров у нас вышло. Вначале у нас была газета, у нас была газета, а потом мы перешли, была газета «Звенья». Газета, по-моему, вышла что-то, два или три номера, да? Три номера, вот это третий номер у меня, мы вышли. И в этом журнале мы уже, собственно говоря, попытались охватить весь этот спектр культуры человеческой. Причем не только не чурались точных наук, а наоборот сделали на них довольно сильный нажим. У нас вот из Хайфского университета, из Технеона люди выступали. Как фамилия была этой женщиной? Клара Зискин, вот, например, она печатала замечательные, как она это назвала, математические пряности, изюминки и орешки. И потом была еще эта женщина, которая, по-моему, преподает в Мафете, тоже очень творческая. Много, много, я сейчас даже не хочу браться. Я только приведу несколько примеров из того, как Клара Зискин, шутливо рассказывая о математике, приводила различные... Как она переводила стрелку, очень умело и смешно на литературу. Вот она говорит, что... С удовольствием отмечу, что и русская литература ангажирована математикой. Маршак. Три мудреца в одном тазу пустились по морю в грозу. Будь попрочнее старый таз, длиннее был бы мой рассказ. В скобках комментарий. Функциональная зависимость между прочностью таза и временем плавания. Здорово. Я, кстати, не помню вообще эту статью, но это было уже давно, да. Вот дом, который построил Джек, а вот пшеница, которая в темном чулане хранится, в доме, который построил Джек. Да, ну и так далее. Ну и где-то математика. Подмножество, подмножество данного множества. Содержится в этом множество. Ах, вот как. Вяземский. Что более меня читали, я стану менее писать. Ну, обратная пропорциональность. Я что-то вообще не помню эту статью. А статья, видимо, хорошая. Но, между прочим, если кому-то эта статья интересует... Это не статья, это целый... Это раздел, по-моему, был, да? Да, ну пусть, если интересует... Если кто-то интересно, кому-то интересно, могут посмотреть этот выложен. Все выложено на сайте «Достояние». Это выложено на нашем сайте, да. Издательство «Достояние Иерусалим» открывается. Между прочим, ужасно обидно обо всем этом вспоминать. Я прекрасно помню, как тогда, когда стало ясно, что тот, кто нас финансирует, финансирует, нас прекращает. Мы начали изо всех сил искать нового спонсора. И я помню, что я там буквально билась во все стороны, бросалась. Ты тоже там искал какие-то люди, которые хотели нам помочь, тоже. И что же, ничего абсолютно. Мы не нашли спонсора, и журнал пришлось закрыть. При том, что мы прекрасно знали, что на всякую дрянь, на какое-нибудь порнографическое, я извиняюсь, приложение к газете, не будем говорить какой, к русскоязычной газете, на это деньги найдутся, на какую-нибудь муру деньги найдутся. Но на международный педагогический журнал, который уже нашел такую поддержку, такой интерес, уже такие презентации были, такая пошла подписка. Почти год журнал не выходил, люди меня встречали и спрашивали, а подписка будет, а журнал будет. Ну, что, разводили руками и все. К сожалению, все это так и... Нужны какие-то конструктивные идеи, понимаешь, тут сокрушаться ничему не поможет. Я думаю, что конструктивная идея состоит в том, что надо, вообще-то говоря, сменить вообще вектор и нацеливаться на общественность. Все-таки очень много есть людей с хорошими мозгами и с приличной нравственностью, которые понимают, зачем это нужно и кому это нужно. Ну, во-первых, у всех, у большинства людей есть дети. Если дети уже выросли, есть внуки. И понятно, что человек, радея обо всех, он радеет и о себе тоже. Поэтому это очень все, так сказать, это не простой альтруизм. Это очень разумный альтруизм и разумный эгоизм, получается, что человек заботится обо всех и о себе тоже. Поэтому, конечно, действительно надо к людям обращаться. Ну, вот к нам тогда очень-очень так расположились сразу старики и старшее поколение. Твой папа. Да, папа читал журнал. И мало того, что он его читал, ты же в нем напечатал два папиных рассказа. Один рассказ длинный, а другой совсем коротенький. Ты его приготовил, где он тут у меня лежит? Нет, это не тот журнал, там другая обложка с зимой. С зимой это здесь. Ага, вот здесь, да, я помню, вот этот журналчик. По-моему, он был предпоследний, кажется, да? Да уж теперь что говорить, последний или предпоследний. Но я бы хотел, чтобы ты... Ты знаешь, я просто хочу сказать, предваряя это чтение, что невзирая на то, что папа написал рассказ о своей первой учительнице, и этот рассказ, в общем, характеризует ее, скажем так, не с самой лучшей стороны, важен тут подход его. И я знаю, что вообще-то о своей школе он вспоминает замечательно. И долгие годы с другой учительницей, своей учительницей литературы и русского языка, он и его одноклассники поддерживали связь. Вот, школа была, в общем-то, хорошая, и он о ней вспоминает. Но я прочитаю сейчас этот малюсенький рассказик. А ты знаешь, кто был моим репетитором, когда я поступал в университет в Харькове? Кто же? Мой папа нашел свою довоенную учительницу, любимую, она уже была старушкой, она готовила меня в университет. Ну, это вообще фантастика. Ну, это крошечный рассказ, называется «Первая учительница». Темно, ведь у меня нету, знаешь? Ничего. «Первая учительница» — это мой отец Яков Рувинский, он всю жизнь работал врачом, сейчас ему 89 лет, он живет в Иерусалиме. У меня плохой почерк. Из-за неумения разборчиво и аккуратно писать... Микросон не закрывай. Из-за неумения разборчиво и аккуратно писать у меня всегда было много неприятностей. Начались они с первого класса. Моя первая учительница, Серафима Павловна, возмущалась мной демонстративно. Когда она видела меня, хорошо упитанного, румяного, беззаботного, перепачканного чернилами, мою тетрадь, залитую чернилами, она приходила в ярость. Она кричала, рвала листы из этой тетради, подбрасывала их вверх. Листы разлетались по классу. Я начинал плакать, но быстро успокаивался. Была она пожилая, худощавая, широкоскулая, в широкой темной юбке и темной блузке. Я ее запомнил. Наверное, у нее была нелегкая жизнь. Да, ну вот такая вот гуманная нота. Да, нота гуманная, но я хочу сказать, что сейчас наших учительниц, моих, например, учительниц из Мичуринской школы, номер 18, даже не самых лучших, я вспоминаю очень тепло. Потому что когда я вспоминаю о своей общении с учителями своих детей здесь, иногда просто ужасаешься. То есть видишь, что в школу приходили люди абсолютно случайно. Об этом мы еще поговорим. Об этом мы еще будем говорить. Но, видишь, мы должны подумать о том, что все же можем и должны мы делать. Что все же можем и должны мы делать. Я думаю, что все-таки нельзя не на час забывать, что надо окружать ребенка атмосферой, культурой, всеми возможными путями. Я не знаю, иногда этого нет в нас самих, не дай Бог. А даже иногда, когда как бы есть, очень-очень нелегко это сделать. В особенности, если встречаешь сопротивление. Особенности, если встречаешь сопротивление. Ну, напоследок я хочу только сказать, что наше издательство выступило с новым проектом. Я думаю, он будет интересен для многих. Пожалуйста, посетите наш сайт. Достояние.ком Достояние.ком Спасибо за внимание и до новых встреч. Ну, встретимся. Bye. Bye.